Good afternoon, pupils! Добрый день, ребята! Let's start our new lesson. Начинаем урок. Today we will continue to talk about past actions. Сегодня мы продолжаем говорить о прошедшем времени. На прошлом уроке мы выяснили, что действия, которые происходят в прошлом, in the past, относятся к прошедшему времени. Past simple. Глаголы в данном случае прибавляют окончание "-и", "-ди", если они правильные. Сегодня мы познакомимся, как с этими глаголами образовать вопросительную и отрицательную форму. Посмотри на табличку Past simple negative interrogative. В этой табличке ты видишь три колонки – long form negative, short form, то есть отрицательные предложения в полном варианте и в кратком, а также вопросительные – interrogative. К вопросительным у нас есть краткие ответы – short answers. Слушай внимательно и запоминай вторую часть правила. Для того, чтобы образовать отрицание в английском языке, нам понадобится частичка not, но её недостаточно. Если мы хотим сделать отрицание в прошедшем времени, то используем вот такой вот глагол – did. Он не переводится на русский язык, но используется для того, чтобы показать прошедшее время. Посмотри пример. I work. Я работаю. I didn't work. Я не работал. Если ты внимательно слушал перевод этих предложений, то, наверное, понял, что здесь первое предложение было в настоящем времени – I work. А второе – I didn't work – было отрицательным ещё и в прошедшем времени. Давай вернёмся к предыдущему правилу и посмотрим. Если мы добавляем окончание к глаголу – did, I worked, то получаем прошедшее время – я работал. Например, I worked last year. В прошлом году я работал. I didn't work last year. В прошлом году я не работал. Посмотри, что у глагола work – окончание – иди – исчезло. Вместо него появился вспомогательный глагол – did, и к нему добавилась частичка – not. Или в сокращённой форме мы можем использовать одно слово – didn't. I didn't work. Я не работал. You didn't work. Ты не работал. He didn't work. Он не работал. She didn't work. Она не работала. It didn't work. Оно не работало, то есть какой-то предмет. We didn't work. Мы не работали. You didn't work. Вы не работали. They didn't work. Они не работали. Для всех лиц и чисел используется did и частичка – not. Глагол, который мы используем в положительной степени, то есть в утвердительном предложении, используется с окончанием – иди. В отрицательной это окончание не используется, так как есть глагол – did. Вопросительная форма образуется с помощью того же глагола – did, только ставится он на первое место, то есть подлежащее и сказуемое меняются местами. Краткие ответы на такие вопросы даются у нас с помощью двух вариантов. Yes, ставим подлежащее, в данном случае у нас местоимения, например, I did. Да, то есть я работал. No, I didn't. Нет, не работал. Если даём отрицательный ответ, то did используется с not. Если положительный, то просто did. Рассмотрим примеры. Did you play football? Ты играл в футбол? No, I didn't. Нет, я не играл. Did he leave in London? Жил ли он в Лондоне? Yes, he did. Да, он жил там. Did they dance all night? Танцевали ли они всю ночь? No, they didn't. Нет, они не танцевали. Look at the examples of interrogative and negative sentences. Посмотрим на примеры вопросительных и отрицательных предложений. Обращай внимание обязательно на выделенные глаголы. Did you dance at the party last night? Глагол dance используем без окончания, так как у нас есть did. Танцевал ли ты прошлой ночью на вечеринке? Да, я танцевал. Yes, I did. Да, танцевал. I danced a lot. Я много танцевал. Последнее предложение у нас утвердительное. Здесь нет ни вопроса, ни отрицания. Поэтому глагол dance возвращается в прежнюю форму в прошедшем времени. Не забывай про окончание. The next. Did you jog yesterday? Ты бегал вчера? Глагол jog используем без окончания, так как это вопрос, и у нас есть вспомогательный глагол did. Ответ. No, I didn't. Нет. Я не бегал. I was at home. Я был дома. Did you study science last night? Изучала ли ты прошлой ночью науку? No, I didn't. Нет. I studied math. Я изучала математику. We didn't travel to Denmark last summer. Мы не путешествовали прошлым летом по Дании. We traveled to Jamaica. Мы путешествовали по Ямайке. Обратите внимание, в прошедшем времени используем didn't глагол без окончания в утвердительной форме. Глагол travel обязательно с окончанием. She didn't like the giraffe at the zoo. Ей не понравился жираф в зоопарке. She liked the monkeys. Ей понравились обезьяны. Didn't like – отрицание. Liked – утверждение. They didn't discover a cave in the jungle. Они не нашли в джунглях пещеру. They discovered a scary crocodile. Но они нашли очень страшного крокодила. Didn't discover – отрицание. Discovered – с окончанием – это утверждение. It's time to do the task for formative assessment. А теперь пришло время выполнить задание на формативное оценивание. Будь внимателен и используй все правила из сегодняшнего урока. The lesson is over. Урок окончен. Goodbye. До свидания. See you next lesson.